Ребят, ну начну с того, что такое комиссия по делам несовершеннолетних. Она у нас является координирующим органом всех служб района по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссия в том числе у нас рассматривает протоколы об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в том случае, если подросток не достиг возраста уголовной ответственности. Вкратце хочу остановиться на административных правонарушениях. Все в курсе, что у нас теперь законодательно введен запрет на курение на пришкольных территориях. На общественном транспорте за это предусмотрены наши штрафные санкции. То же самое касается и распития спиртных напитков и появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Вот это у нас основная категория дел, которую мы рассматриваем. Все в своей жизни пытаются выглядеть более взрослыми. Начинают сначала в классах помладше, где-то в пятых-шестых, начинают сначала баловаться сигаретами. Ребята постарше, это восьмые и девятые классы, начинают пробовать спиртное. В различных случаях приводят вплоть до реанимации. Объясню почему. Если ребята пробуют слабоалкогольные коктейли, глоток, два-три, попробовал кому-то ничего, кого-то тянет поспать, кого-то наоборот какие-то действия похулиганить или еще что-то. Ну находятся у нас такие ребята, которые отмечают свое 14-летие, 15-летие, украв бутылку коньяка или виски у родителя, приходят, собираются группой и начинают угощать своих друзей. Соответственно, за день рождения греха и не выпить, и все начинают выпивать спиртные напитки. Несколько случаев, я говорю, у нас были доведены до реанимации, когда несовершеннолетним было настолько плохо, что вызывали скорую, доставляли их в нашу Видновскую районную больницу, где их откачивали врачи. Тем не менее, все после этого приходят к нам на комиссию для обсуждения своего такого незаконного поступка. Среди вас есть кто уже алкоголь пробовал? Даже с родителями, даже шампанское на Новый год. Есть, да? Ну, судя по тому, что вы у нас не были, как вы говорите, на комиссии, значит, у вас таких последствий не наступало. Ребят, я просто хочу сразу вас оградить от чего. Были случаи, когда незнакомая компания, допустим, приглашает к себе там либо девушку, либо парня мимо проходящего и говорит там, ну, выпей там, друг, там, за нашу. Вот у нас там в компании день рождения, выпей, пожалуйста, там, за именинника. Вот. Бутылки, двухлитровая, как правило, бутылка пива. Несколько глотков человек сделал. У нас было с девочкой такой случай. Несколько глотков сделала, пришла домой, стало плохо. В итоге также вечер провела в реанимации. Из-за чего? Из-за того, что ребята добавили в бутылку снотворного. Ну, с тем, чтобы торкнуло сильнее, с их слов. Так как с пива их сильно не пьянели, добавили лекарственные препараты и всё. Но они не предусмотрели то, что у всех у вас ещё организм не сформирован детский. Вот. И на всех это действует по-разному. Я говорю, кто-то просто может уйти, уснуть, проспаться, кого-то вырвет, потом полегчает. Ну, кто-то, говорю, более тяжёлые последствия наступают. Ну, это из основных, скажем так, протоколов, которые к нам идут. Помимо этого, комиссия, что ещё? Мы рассматриваем вопросы о дальнейшем обучении подростков, которые у нас систематически нарушают наше законодательство. То есть, либо совершают несколько краж из магазинов. А все уже прекрасно знаете, что в больших супермаркетах, помимо сотрудников охраны, да, есть, у нас ведётся видеонаблюдение. То есть, что-то подойти и взять, даже если не хватает денег, лучше вернуться в следующий раз в магазин с родителем, или у родителей попросить денег на понравившуюся вещь, но не пытаться её вынести. Почему? Потому что, ребят, срывают и антикражные метки. Причём вырывают с корнем так, что потом эту вещь уже никто и носить не будет. То есть, она просто никому не нужна, она будет испорчена. В случае с другими там товарами, также оторвав эту метку, пытаются втихаря засунуть в портфель, и на выходе из кассы, оплатив там за какую-нибудь жвачку или там за какую-нибудь безделушку, рассчитывая на то, что их никто не видел, якобы камера смотрела в другую сторону, до сотрудников охраны далеко, но там ещё есть служба внутренней охраны, которая ходит в гражданской форме одежды, так, как и мы с вами. Вот вы наверняка таких людей не замечали. В их задание тоже входит то, чтобы следить за несовершеннолетними наблюдателями, которые зашли в магазин без сопровождения взрослых, либо за подвыпившими взрослыми, чтобы те также не совершили акт хищения. Так вот, то самое вот это наблюдение, увидев вас, они вас за руку ни в коем случае не поймают и не скажут, вот ты положи, ты взял эту вещь, ты пытаешься похитить, нет. Ребят, у них работа другая. Они сообщают, ещё раз говорю, на кассу, на кассовую зону о том, что вот такой-то, такой-то подросток в такой-то куртке так-то одет и пытается вынести неоплаченный товар. Соответственно, вас после кассы, после линии кассы уже задерживает сотрудник охраны. Почему? Потому что они за это получают премию. Те самые люди, которые наблюдают, ходят в гражданской одежде, у них за каждого такого пойманного, соответственно, возрастает зарплата. Поэтому кражи у нас подразделяются на мелкое хищение, то есть это административное правонарушение, где предусмотрен только штраф, и на кражу. Это статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всё зависит от суммы похищенного. Пытаетесь там украсть до 1000 рублей, это административное правонарушение. Свыше 1000, это уже уголовное. Опять-таки, уголовное деяние подразумевается, были вы одни или в группе. Как правило, один подросток, очень редкий случай, когда подросток ворует один. Как правило, идут в группе. Один наблюдает за сотрудниками охраны, другой пытается вынести это всё за линию кассы. Спрятать и вынести. Это уже групповое преступление. Здесь уже наказание предусмотрено гораздо больше, чем по административке. Не факт, что вы ограничитесь штрафом или даже условной судимостью. В последнее время судьи начали давать уже у нас практически всем ребятам реальные сроки, чтобы ребята осознали, что это такое. Условно раз дадут, условно два. Человек не справляется. В последнее время дают уже реальное. Колония у нас в Московской области одна, Можайская. Раньше вот мы ездили, кстати, ребята возили туда ознакомить с условием и бытом заключённых. Приезжали после этого, обдумав свои бывшие поступки. И на многих это действовало так, чтобы уже больше не совершали. То есть ребята практически исправлялись. Ну, это если дело зашло слишком далеко. Если подросток просто у нас не посещает школу, там часто был замечен в драках, совершает там административных ряд правонарушений. Вот. Для таких ребят у нас есть также два учреждения. Не знаю, может быть, вы о них слышали. Это Чеховская спецшкола для девочек и Каширская спецшкола для мальчиков. Туда помещаются эти ребята сроком до трёх лет. То есть поместить могут подростка, достигшего 11-летнего возраста. 11 лет всем есть, да? Вот. И пытаются их там переучивать. Родители могут навестить вас там только раз в месяц. То есть тех подростков, которые находятся в этих учреждениях. Вот. Не чаще. И то с разрешением только директора школы. Если вы не будете нарушать внутренний распорядок учебного заведения, тогда родители пропустят там, передачу там какую-то дадут. Вот. И по решению также этого же директора спецшколы, спецучреждения, решают, если он выйдет в суд с ходатайством об отмене дальнейшего вашего нахождения в его учреждении, если он посчитает, что вы исправились, то вы можете вернуться в свою школу, в которой учились до этого. Если нет, то все три года предстоит тогда провести там. Но я не думаю, что среди вас есть такие подростки, которые хотят попробовать поучиться в этих учреждениях. Вот. Ну, вкратце. Если есть какие-то вопросы, давайте мы вот с Евгением Анатольевичем, он у нас является начальником подразделения по делам несовершеннолетних, Управления Министерства внутренних дел по Ленинскому району. Я вам еще вот что не рассказал. После рассмотрения материала на комиссии по делам несовершеннолетних подростки все автоматически становятся на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и подразделения по делам несовершеннолетних УВД. Что это такое? Ну, во-первых, сроком на год становитесь на учет. У вас полгода, да? У нас год остался. Вот. У нас на год. Если директор школы вашей сочтет, что вы исправились, он может выйти с ходатайством в нашу службу. Вот. О том, чтобы вас досрочно снять с учета. Если нет, то отстоите этот срок до конца. Но, ребят, если вы в дальнейшем планируете свою судьбу связать либо с органами внутренних дел поступить в полицейский вуз, учебное заведение, либо в какую-нибудь элитную юридическую академию, знаете, что эти все учреждения, либо в кадетские классы, когда подросток поступает, эти все учреждения делают запрос о том, состоял такой-то, такой-то подросток на учете. Если да, то когда и за что? Соответственно, если мы отвечаем, что состоял, даже если вы сдали все экзамены на отлично, вас это учреждение, скорее всего, не примут. Вот. Так что задумайтесь. Что касается алкоголя. Если неоднократно также задерживаетесь либо в состоянии алкогольного опьянения, либо за распитие спиртных напитков в общественном месте, данная информация нами направляется еще и в наркологический диспансер. У нас есть член комиссии, который работает в наркологическом диспансере. Он также ведет ваш учет. Если вас ставят на учет в наркологический диспансер, то сразу вас хочу предупредить, это не полгода, это не год, это на 5 лет. То есть есть вам там, допустим, 17 лет, пошли вы, отучились на права, сдали экзамены, приходите в наркологический диспансер, и вам говорят, нет, походи-ка ты еще годика-четыре там, да, пешочком, пока ты у нас стоишь на учете. То есть права вам уже не выдадут. Так же это должно вас, в принципе, на будущее сдерживать от распития. Что касается мелкого хулиганства, данная статья у нас встречается нечасто, очень редко. Ну, как правило, это подростки в состоянии алкогольного опьянения, которые хотят подурить, покуражиться, либо разбивают рекламные щиты, либо там мусорки переворачивают, да все что угодно. Ругаются матом на проходящих мимо прохожих. Так же это относится к мелкому хулиганству. Те же самые штрафные санкции, постановку на учет. Я бы вот хотела спросить, ну вот раз охранникам выдают премии за то, что они ловят, они ведь могут как бы сфабриковать преступление, они могут подбросить в сумку чего-то. Это как бы проверяется, или там все, ты украл тебя в спецшколу, а ему премию, и все. Как уже говорили, во всех магазинах стоят камеры видеонаблюдения, и как показывает практика, когда задерживают несовершеннолетнего за совершение какого-то мелкого хищения, то вызывают сразу родителей. И родители у нас, как всегда, защищают своих детей. Поэтому просто-напросто просматривается запись камеры видеонаблюдения, где видно все. Буквально две недели назад две девочки из Москвы, одна набрала игрушек, кукол, там они какие-то куклы конъекционировали, на три тысячи рублей. А вторая там, ну, чуть поменьше. И когда приехал один папа и начал говорить, что этого не было, что, как вы говорите, просто-напросто присутствие папы просмотрели запись камеры видеонаблюдения, где видно очень хорошо, сколько берет она игрушек, как засовывает себе, а подойдя на кассу, пробивает просто одну воду, и перейдя через кассовый узел, их просто задерживает, и все. Хотела бы спросить про наркоманию, как узнать, что человек зависим на начальной стадии? Ну, во-первых, у него это можно посмотреть по неадекватному поведению. Вы можете заметить, что вот он идет, он или не ориентируется совсем, вот он в прострации в какой-то идет, как обычно. Особенно очень страшные спайсы, так называемые, которые сейчас, также за которые уголовная ответственность наступает. Я был лично свидетелем, видел, ну, правда, не несовершеннолетнего молодого человека, он уже был несовершеннолетний, который обкурился этих спайсов. Это очень страшная картина. Он вообще не понимает, где он, что он. Потом у него начались, он упал, начались конвульсии, вызвали скорую помощь. Хорошо, приехала скорая помощь. Так бы он просто, просто бы напросто умер. И очень, смотрите, с кем вы общаетесь. Обычно несовершеннолетние не хвастаются этим, которые я покурил того-то или меня угостили там то-то. Поэтому не только и наркоманы, и также и алкоголь. С 1 мая запрещается продажа вот этих всех слабоалкогольных напитков. В качестве добавления, но это больше уже касается родителей. Родители у нас могут приобрести тесты в аптеке и проверить также своего ребенка. То есть по тесту, если у него будут возникнуть какие-то сомнения, у нас всегда открыт наркологический диспансер, пожалуйста, приходит, сдаёт анализы, либо кровь, либо другой анализ. И в лаборатории уже им придёт точный ответ, употреблял когда-либо или нет. Но это для спокойствия самих родителей. Балкова Елена, 7-я школа. Дети какого возраста больше всего совершают преступления? Преступления или административные правонарушения? И то, и то. Ну, как правило, если драки в школах, там, за школой, собираются толпой, у нас рыцари уже давно уже канули в лету, да, у нас один на один никто никогда ни с кем не разбирается. У нас идут там человек пять на одного, человек семь на одного и доказывают, что он неправ там. Ну, минимум вдвоём на одного. Вот. Это возраст 13-14 лет. Что касается административных правонарушений, 15-16 лет. Алкогольные напитки очень-очень много. Опять-таки, эти все наши коктейли. Это вот и Ягуар, Страйк, постоянно. А кражи? Чуть реже пиво. Кражи? Кражи из магазинов. Ну, тоже 12-13 и выше лет. Но мы, ребят, поймите, мы стараемся, вот вам сейчас, да, сегодня, опять-таки, ещё раз, лишний раз мы вам напомнили, как вести себя в магазине, что за вами идёт постоянное наблюдение, да. Многие делают для себя вывод о том, что, да, действительно, мне это не нужно, мне этот учёт не нужен, я лучше там у родителей попрошу, которые мне приобретут что-то. В городе Москве очень много подростков, я не знаю, просто проходят у них такие же встречи, как у нас с вами или нет. Как правило, Москва, либо отдалённые области, Московской области. Приезжают наш Икея Мега Ашан, раньше, когда был, сейчас у нас остался в курсе только вот Вегас, твой дом, у него также Ашан. Вот. В основном, кражи из этих супермаркетов. Приезжают провести свободное время, погулять, денег с собой достаточно нет, и начинают либо булочку украл, либо там же её съел, не оплатил. Вот. Но это, если по мелким смотреть, да, кражем. Более крупные уже идут, когда пытаются в магазине одежды, как я уже ещё раз говорил, оторвать противокражную метку. Попадаются подростки, говорю, 12-13 даже лет были, которые, оторвав противокражную метку, взяв, положив в портфель вещь и туда же засунул эту же метку. Попытался выйти через кассовую зону. Соответственно, там всё зазвенело, его поймали. За латинкой не надо их тоже оборачивать, они тоже срабатывают. Особенно подростки у нас любят магазин Adidas. Это вот в основном магазин Adidas у нас. Начиная от курток, кроссовок и вплоть до кепок. Ну, всё, что кому понравилось, как говорится. И как практика сейчас показывает в последнее время, в основном очень много подростков употребляют алкоголь именно от 14 и 15 лет. Это, конечно, очень страшно. Если им возраст маленький, в магазинах обычно таким не предают, они просто ищут возле магазинов лиц, которые употребляют спиртные напитки, просят их, те им покупают, в конце концов их задерживают полицию, доставляют к нам, потом уже составляют протокол, ставят на учёт и вместе с родителями вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних. Здравствуйте, меня зовут Бочарова Анна, автовидновская СОЖ номер 2. Как обнаруживаются и регулируются в нашем районе вообще такие правонарушения, как курение в общественных местах и употребление нецензурных выражений? Спасибо. Употребление нецензурных выражений здесь уже говорили, это мелкое хулиганство, уже объяснил мой коллега вам. А курение в общественных местах, вы знаете, есть федеральный закон, который запрещает курение не только на территории школ, но и курение в подъездах, что очень любят делать наши несовершеннолетние. За соседей, у нас очень много соседей, очень много жалуются соседи, то, что собрались несовершеннолетние, курят или употребляют спиртные напитки или громко кричат, разговаривают, выезжают сотрудники полиции и задерживают данных несовершеннолетних. За курение предусмотрена статья 624 Уголовного кодекса, составляется административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и потом уже в зависимости, ну, тоже смотрится, если кому-то дали один попробовал только, но в основном всех ставят на учет и в течение полугода они стоят у нас на учете, мы их уже контролируем по месту жительства, в школу сообщаем, если по истечении полугода, то есть мы видим, что несовершеннолетний не справился, административных правонарушений не совершает, то он снимается с учета, если нет, значит учет продлевается еще на полгода. Герасимов Полинов, вторая школа, вот сейчас ну, закон осуществляется как наказание несовершеннолетних за пребывание после наступления комендантского часа. Возможно ли это как-то ограничить или что-то другое, какие-то меры принять, потому что часто бывают ситуации, там после театров возвращаются или после каких-то занятий, ну, соответственно, не очень это удобно, и не все же как бы для каких-то злоумышленных целей это делают. Спасибо. Ребята, я вам сейчас поясню, этот закон уже в этой части, если подросток идет просто в ночное время на улице, уже отменили, отменили ответственность родителей. Единственная ответственность осталась, если вы в это же ночное время находитесь в кабаках, барах, на дискотеках, где продают спиртные напитки, то здесь ответственность остается, и здесь в первую очередь ответственность наступает в отношении организаторов данных от учреждений на директора кафе, если он допустил ваше нахождение в пятийном допустим заведении или в баре, в ночное время находится у него несовершеннолетний, только в отношении них осталось. Единственное, если в позднее время после 23 часов вас просто-напросто ради вашей же безопасности просто передают родителям. Я хотела спросить, есть ли какое-то определенное наказание за то, что человек в социальной сети оскорбляет или какие-то угрозы предъявляет? Угрозы какого характера? Может быть, совершение каких-то насильственных действий. За оскорбление у нас тоже предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает в 16 лет. Также из-за угрозы высказывается статья 119 уголовного кодекса. Вот бывает человек, ученик школы, он не посещает занятия, он прогуливает и, конечно же, это родителям сообщают. А если этот человек в плохих отношениях с родителями, например, там живет у парня или девушки или один живет, то как тогда сообщить или как его найти? Ребят, здесь сложный вопрос вы подняли. Вы правы. То, что если несовершеннолетний ребенок не посещает школу, в первую очередь школа информирует родителей, вызывает и приглашает их к себе. если родители не предпринимают никаких мер, мы уже предпринимаем меры о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнего. Но по законам нашей Российской Федерации пока ребенок несовершеннолетний, а несовершеннолетний он до 18 лет, пока ему не исполнится 18 лет, он обязан жить с родителями. Если родители допускают проживание своего ребенка с чужими людьми, они также будут привлечены к административной ответственности. То есть ребенка необходимо вернуть в семью укромным родителям. Если нет родителей, должен быть либо опекун, либо приемный родитель, либо усыновитель. Кстати, статья 5.35 тоже очень популярная, ребят. Здесь даже ответственность наступает, когда у нас родители начинают злоупотреблять алкоголем в присутствии несовершеннолетних детей. То есть если дети видят, как папа или мама периодически выпивает, скандалит дома, мы также по этой статье их привлекаем к ответственности. Я, допустим, езжу в метро на какие-либо курсы, и на меня если кто-то нападет, кто-то пристанет, я же поздно возвращаюсь с этих курсов, часов в 9-10 вечера, и ко мне если кто-то пристает, я что могу ему сделать? В первую очередь, в 10 вечера тебя должны встречать родители, это так должно быть, ты не должна после 10 вечера добираться, должны тебя встречать. работы у них или они не могут по каким-то причинам. Бабушка, дедушка, взрослый родственник, это раз. Во-вторых, что касается, если кто-то пристает, если это в метро случилось, все знаете, что кнопка вызова машиниста находится в вагоне, которую можно надавить, там, да, и к вам подойдет, поезд остановится, подойдет сотрудник полиции. Вот, если это происходит где-то, ну, допустим, по пути следования до общественного транспорта, или от него, ребят, никакого оружия я вам носить не советую. Почему? Потому что даже, на первый взгляд, безобидный нож, который вы можете приобрести там в ларке, и который вам даже дадут паспорт о том, что он не является холодным оружием, а, допустим, примерно, является туристическим ножом, да, вот, опять-таки, этой бумажке никто не поверит. Если вы этим ножом нанесете телесные повреждения, даже, допустим, и нападавшему, это уже будет превышение пределов необходимой обороны, и экспертиза будет проводиться по вашему ножу, то есть, по вашему предмету, с помощью чего вы это нанесли. Эксперт может, в принципе, даже признать и по толщине клинка, особое мнение, ребят, это если есть упор на ноже, то есть, если есть упор на ноже, это практически 99% случаев, что нож признает холодным оружием. Вот, что касается газовых, перцовых баллончиков, здесь тоже двоякое мнение, то есть, в принципе, можно с собой положить тот же самый баллончик для, собственно, самообороны, там, перцовый, но в критической ситуации, во-первых, вы его сразу не достанете, он будет лежать где-нибудь в сумочке, где-нибудь глубоко, да, а потом необходимо еще, ребят, учитывать направление ветра, то есть, если вы стоите против ветра и брызните в лицо нападающему, вы нанесете в первую очередь вред себе и облегчите ему то, чтобы он у вас отнял там телефон или сумочку, то здесь тоже не вариант, поэтому проще всего не доводить таких ситуаций, избирать другие пути маршрута, посмотрели, идет там, допустим, группа там взрослых там вышла, ну, я имею в виду непьяные, трезвые, там все, да, стараться с кем-то проходить из взрослых, одной, не появляться в безлюдных местах, чтобы не провоцировать других на совершение преступления в отношении вас, еще раз совет родителям, чтобы после 10 вы у нас не гуляли, чтобы мы вас потом не возили, не доставляли в отделение полиции, для особо хитрых, кстати, ребята, у нас попадаются такие, которые приезжают либо с другой области, либо даже могут быть и с нашего города, но боятся о том, что их накажут родители, если их за что-либо задержали, и в отделении полиции они у нас заявляют, меня зовут Ваня Иванов, вот, я там приехал из города Воронежа, там улица такая-то, дом там такой-то, вот, хотя на самом деле является жителем нашего района, но подразумевая, называя это неправильный адрес и неверное фамилия, имя, для того, чтобы, ну, якобы скажут так, ну, подержат немножко и отпустят, да, не повезут же они меня в Воронеж. Ребята, вот у нас есть для таких ребят, для таких хитрецов, центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, находится он на Алтуфьевском шоссе в городе Москве, туда, вот, как раз такие хитрецы, либо дети, действительно, которые приехали с нарушением миграционного законодательства, да, и находятся на нашей территории, вот туда помещаются такие ребята сроком на 30 суток для установления личности, но не думайте, что там от школы откосите, нет, на занятия там будете ходить все эти 30 дней, в результате вам даже по выходу из этого учреждения, а забрать вас могут только родители, вам предоставят еще и список ваших оценок, так что, если захотите схитрить, ребят, думайте о последствиях, можете оказаться в этом центре. Какие меры я должен предпринять, если я стал свидетелем публичного курения или употребления спиртных веществ в общественном месте со стороны несовершеннолетних лиц? Спасибо. Ну как, законопослушный гражданин, вы должны позвонить в полицию, сообщить о случившемся, указать место, во-первых, назвать свои данные, там у вас просят телефон, указать место совершения административного правонарушения. Балкова Елена, седьмая школа. А если, допустим, ну вот уже позвонили в полицию, а полиция не успела подъехать вовремя и все уже разбежались, что делать тогда? А человек, который звонил, остался? Ну, значит, в следующий раз поймают. Просто, ребят, поймите то же сами, что к каждому правонарушителю или преступнику сотрудника полиции не приставишь. И сотрудники полиции, выполняя свою основную работу, да, по охране общественного порядка, соответственно, реагируют на ваш вызов и смотря, где они находятся. То есть, нарушитель может и докурить, успеть сигарету, тогда чуть позже только подъедут сотрудники полиции, а может и не успеть. В данном случае ваша реакция будет правильной. Ложным вызовом. Нет, это не будет считаться ложным вызовом. Вы можете все зафиксировать на камеру вашего мобильного телефона. Сейчас вы в основном у всех хорошие мобильные телефоны с видеокамерами и просто видеозапись предоставить сотруднику полиции. У меня такой вопрос. Кто следит за несовершеннолетними, когда они гуляют после 22.00? Как вы знаете, каждый день заступают наряды патрульно-постовой службы отрядов неведомственной охраны, которые патрулируют город круглосуточно. И то есть при выявлении таких подростков они просто их задерживают, доставляют в отдел полиции и там уже если это просто подросток находится не в состоянии опьянения, то есть просто в позднее время вызываются родители и под расписку родителям передается подросток. Екатерина Жирова, 9-я школа. Вот такой вопрос. Идешь иногда по улице и видишь взрослого человека, ну вот маму, папу, и они идут с ребенком маленьким и курят при нем. А принимаются ли какие-то меры, чтобы не было такого? Ну, сделать только замечание. Во-первых, вы знаете, табачный дым, он даже вреднее. То есть, так называемые пассивные курильщики, которые стоят рядом с курящими, вред им наносится даже намного больше, чем курящим. Просто вы можете сделать им замечание, то что, во-первых, совершают они противоправное действие и они не заботятся о здоровье своего ребенка, не только о своем, здоровье своего ребенка. Если несовершеннолетний остался дома один, то на какой срок он может оставаться один по времени? Ребят, смотря, учитывается здесь возраст несовершеннолетнего. Если это малолетний ребенок, да, то его мама ни в коем случае не должна оставлять без присмотра. У нас очень много случаев происходит, даже когда мама просто отвернулась, ребенок упал с пеленального столика, получил травму. То есть ни мама этого не хотела, но ребенок в силу своего малолетства он не понимал, что он скатится и ему будет больно. То есть если несовершеннолетнего уже более взрослого возраста, 14-15 лет, опять-таки ночевать одного нет. Родители должны ночевать с детьми. А так в течение дня, пожалуйста, пусть находятся хоть один. Доверяют. Если они ему все объяснили, что там пальцы в розетку нельзя совать, поджигать ничего дома нельзя. Если провели такую беседу с ребенком и если он их слушается, вопросов никаких. Я говорю, речь еще раз идет о малолетних детях, чтобы их не оставляли без присмотра. Колесникова Снежана, 9-я школа. Как состоят обстоятельства со Спайсом в Ленинском районе? Ребят, несовершеннолетних у нас таких выявлено пока не было в Ленинском районе, то есть мы еще ни одного материала не рассмотрели. Что касается наркотических средств, у нас был один подросток на учете стоял, но в связи со стечением года с момента правонарушения его с учета сняли. и сейчас у нас готовится на учет скоро скорее всего поставим еще одного подростка как токсикомана. То есть тот у нас вдыхал пары клея. Со Спайсом пока нет. Пока слава богу наш район обошло это стороной. То есть вот я в курсе, что где-то пару месяцев назад очень большое количество было доставлено в больницу, но правда это были взрослые ребята, ну в том числе по-моему парочка несовершеннолетних. Это в Домодедовском районе. Опять-таки я говорю, покурили этот Спайс, но в Спайсе было что-то еще намешано и добавлено, так что люди просто оказались в реанимации. Ребята, я говорю еще раз, если даже вас там попросят, ну попробуй, вот смотри, вот я курил, мне там ничего, там кайф поймал или еще что-нибудь. Ребят, даже не пробуйте. Почему? Потому что это все в крови содержится очень длительный промежуток времени, там до двух месяцев. Врачи могут определить, употребляли вы или нет. Ну в том случае, если вас доставят на освидетельствование к врачу. Вот. Ну и то, из чего это наркотическое средство сделано, опять-таки, неизвестно никому. Может быть, у подростка, который вас угощает более крепкий организм, у вас более слабый. Здесь уже неизвестно, успеют вас довезти до реанимации или нет. То же самое касается, если вас попросят один там, будь даже самый лучший друг там, да, скажет, или там взрослый человек с предложением обратиться, к примеру, довези до метро Домодедовская, я как пример говорю, вот этот вот коробок, ничего не переживай, я вот тебе тысячу рублей за это заплачу, там к тебе подойдут, у тебя его заберут, просто заработаешь тысячу рублей. Тебе якобы ничего не будет, ты у нас несовершеннолетний, так что не бойся. Вот. В данном случае, ребят, 228-ю статью Головного кодекса Российской Федерации никто не отменял, ответственность наступает с 14-летнего возраста за перевозку, за сбыт, за хранение наркотических средств. Здесь будет уже реальный уголовный срок. Не зря наш законодатель даже усилил ответственность за хранение наркотических средств. То есть, если человек хранит у себя наркотическое средство общим весом более одного килограмма, законодатель для него может применить пожизненное лишение свободы. То есть, это все очень опасно, поэтому, говорю, не связывайтесь с этим, легких денег не бывает, кто бы вас о чем не попросил, лучше от этого отказаться. Матияк Вадим, 9-я школа. А вот у меня вопрос такой. Я раньше слышал, что про, скажем так, обзывательство, что только административная ответственность за это. А вот сейчас про уголовную услышал. Это как вообще надо так обзываться, извиняюсь, ну, чтобы потом за это посадили. Вот мы уже сказали, что административное правонарушение это мелкое хулиганство, когда ты ругаешься матом в отношении другого. А уголовная ответственность, это если уже идут угрозы убийством, либо угроза расправой, причинением тяжкого вреда здоровью, за это уже наступает уголовная ответственность. Если матом просто ругаешься в отношении человека, здесь штрафные санкции и административное правонарушение. У меня такой вопрос. Если подросток, нет, если человек совершает преступление тяжелое, его сажают на определенный срок, а нельзя ли пожизненно посадить, чтобы он больше так не совершал, потому что после того, как он выходит, только жертвы увеличиваются от этого. Тяжкое преступление? Да. Ну, вы прекрасно, вы знаете, что у нас пока только по приговору суда человек может быть признан виновным, и только суд может определить наказание при делах санкции той статьи, в зависимости от того, какое совершено преступление, будет применено к этому человеку наказание. А до тех пор, пока не будет решения суда презумпция невиновности, у нас человек считается как невиновным. Субтитры создавал DimaTorzok